Предновогоднюю детскую мечту о лебедином озере исполнил Владимир Путин. 13-летняя Таня из Ставрополя побывала в Мариинском театре. У девочки из многодетной семьи тяжелое заболевание. Лечение она проходит в Петербурге. Благодаря проекту «Елка желаний» Таня смогла на время забыть о болезни. А сегодня ее ждет еще один сюрприз. Репортаж Екатерина Фисенко. Очень красиво. Ваши карие глаза стали намного ярче. Театр для Тани Троценко начинается с макияжа первого взрослого. Хотела, чтобы было темно, зеленое и с блесточками. Ей 13 лет. И у нее глиобластома мозга. Злокачественная и агрессивная. Была школа и танцы, друзья. Теперь домашнее обучение между лучевой и химиотерапией. В Петербурге на больничной койке узнала об акции «Елка желаний» и уговорила маму отправить заявку. Мечта настоящая девичья. Мариинский театр. Лебединое озеро. Мы садились на поезд непосредственно на лечение. Мы ехали. И нам позвонили. Сказали, что так и так, что именно президент вытащил нашу заявку, наше желание. И исполнит мечту моей дочери. Поэтому мы сначала были просто в шоке. Это действительно чудо. Сам президент снял с елки шарик с Таниным желанием. Волшебство произошло. И вот вместо больничной палаты – большое фойе исторической сцены Мариинского театра. Мне захотелось как-то зарядиться атмосферой театра, потому что я ни разу не была в таком прям большом театре. Можно всё. Побывать в портере и в царской ложе. Посмотреться в знаменитое старинное зеркало на женской половине закулисья. К этому зеркало много-много лет. Оно подпитывает их энергией всех артистов, которые прошли через эту сцену. А ещё пройти по переходу из старинной Маринки в Маринку Новую, где ониксовые стены, гигантские стразы и море – поразительная информация. Костюм для Марины Мнишек, тоже начало 20 века. Какая вышивка. И режиссёрский пульт, и то, как из-за кулис выглядит сток сена, и зрительный зал. Туда-то она и отправляется с мамой. Эта сцена принимала самых именитых артистов, а из зала на них смотрели самые именитые гости. Сегодня балет Чайковского смотрит обычная девочка. Серьёзным диагнозом, главным желанием которой было увидеть Лебединое озеро. Сейчас оно исполняется. Почти три часа действия. Таня, конечно, устала, но всё же это удивительное количество впечатлений. Очень большое пространство. Много всякой техники интересной. Ну и сцена большая, ещё когда полы как бы движутся. Сюрпризы на этом не закончены. Сегодня её ждут в главной сокровищнице страны, в Эрмитаже. Екатерина Фисенко, Евгений Костин, Дмитрий Лукашевич, Галина Орлова. Вести, Петербург. Екатерина Фисенко, Евгений Костин, Дмитрий Лукашевич, Галина Орлова. Продолжение следует...